История машины, известной в литературе как «Хетцер» или «Ягдпанцер-38», началась осенью 1943 года, когда завод БММ разработал проект САУ под условным именем «Штук-НА». Военные поначалу отнеслись к эскизам скептически, заявляя, что они устарели. Однако к концу того же года план производства штурмовых орудий в Германии оказался под угрозой срыва, и руководство страны начало срочно искать возможности восполнить потери бронетехники на Восточном фронте. В списке требований к новой машине были не только хорошие боевые качества, но и дешевизна, а также возможность быстро наладить производство без ущерба для другой техники. Орудие «Штук-4», сделанное заводами «Круппа», тут явно не подходило, ведь оно было дорогим и базировалось на шасси танка «Панцер-4», которых и так не хватало. Поэтому проект БММ достали из-под сукна и дали ему путевку в жизнь. Так как военные требовали поторопиться, конструкторам пришлось работать в авральном режиме. За основу взяли легкий танк «Панцер-38Т» и опытную модель «ТНХ-НА». Вместо запланированного изначально безоткатного орудия на машину поставили модифицированную противотанковую пушку ПАК-39 калибром в 75 мм. В итоге первый макет был готов в январе 44-го, правда сделан он был из дерева. Ну а прототип в металле появился в марте и сразу же отправился на испытания. С испытаниями, кстати, не затягивали и уже в апреле машина была запущена в серию. Примерно тогда же будущий истребитель танков получил имя «Ляйхте-Панцер-Ягер-38Т», хотя это было далеко не последнее его название. В ноябре новинку переименовали в «Ягдпанцер-38», а в декабре в «Хетцер». Изначально в 1944 году планировалось выпустить тысячу машин, но завод БММ в одиночку такое число осилить не мог и к производству подключили «Шкоду». В результате эти две компании, за год остававшийся до конца войны, выпустили почти 3000 «Хетцеров». Правда, вермахту требовалось гораздо больше, порядка 1000 штук в месяц, но такие планы уже выглядели ненаучной фантастикой. Компоновка новинки была типичной для немецкого танкостроения. Отделение управления и трансмиссия находились спереди, боевое в центре, а моторное сзади. При этом у «Ягдпанцер-38», как и у большинства других самоходок, не было вращающейся башни, а орудие располагалось прямо в корпусе. Напомним, что в качестве вооружения «Хетцер» получил 75-мм пушку, установить которую в корпус было непросто, ведь размеры машины оказались небольшими. Но тут помогло знакомство с конструкцией советских САУ, а также проект рамки для орудия, спроектированный одним из инженеров еще в 1942 году. Интересно, что на орудии отсутствовал дульный тормоз, и это сыграло только в плюс. Во-первых, после выстрела не поднимались клубы пыли, что обычно затрудняло дальнейший огонь. А во-вторых, машина гораздо реже демаскировала себя стрельбой. Кроме того, в качестве вспомогательного вооружения на крышу самоходки устанавливался пулемет МГ-42 калибром в 7,92 мм. А за перемещение машины отвечал шестицилиндровый карбюраторный двигатель мощностью 160 лошадиных сил, который позволял развивать скорость свыше 40 км в час по шоссе. Ходовая часть состояла из четырех опорных катков на каждом борту, переднего ведущего и заднего направляющего колес. А вот бронированием Хеца похвастаться не мог. Более-менее приемлемым оно было лишь в лобовой части, составляя 60 мм. Тогда как с бортов и тыла толщина брони достигала лишь 20 мм, что делало машину уязвимой даже перед легкими танками. И это несмотря на рациональные углы расположения листов. Экипаж состоял из четырех человек. Командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего, по совместительству служившего также радистом и пулеметчиком. И, конечно же, новые истребители танков в обязательном порядке оснащались радиостанциями. Как это часто бывает, конструкция машины постепенно менялась. Позже она получила улучшенные опорные катки, слегка увеличенный боекомплект, дополнительный вентилятор и более мощный двигатель. Впрочем, заметить отличия между модификациями могли разве что специалисты. А действительно, новую модель планировалось выпускать лишь с лета 45-го. Также на основе Панцер-Ягер 38 немцы делали командирские ремонтно-эвакуационные машины, огнеметные и штурмовые танки. Были и другие проекты, но в основном они не вышли из стадии опытных образцов. Из-за различных проволочек боевое крещение Хетцеры приняли лишь в июле 44-го года. Случилось это во время операции Багратион. Однако тогда на Восточном фронте новых машин было слишком мало, чтобы оказать какое-то влияние на ход сражения. Впрочем, позже советские командиры не раз хвалили этот истребитель танков, отмечая его малую заметность и маневренность. Немцы же добавляли к списку достоинств легкость управления, ремонта и обслуживания. А некоторые и вовсе превозносили боевые качества Хетцеров до небес, рассказывая о фантастических случаях, где один батальон якобы уничтожал 57 советских танков ИСАУ, не понеся никаких потерь. К концу 1944 года новинка поступила и на Западный фронт, где тоже заслужила высокие оценки. При этом Ягдпанцер 38 неплохо проявил себя как в полевых, так и в городских условиях, например в битве за Будапешт. И все потому, что благодаря небольшим габаритам и высокой скорости новинка просто идеально подходила для ударов во фланги и тыл. Особенно это было заметно в условиях городской застройки, где редко получалось перекрыть абсолютно все направления атак. Правда, в лобовом наступлении подразделения Ягдпанцер 38 несли большие потери, что доказали бои озера Балатон в начале 45-го. Как бы то ни было, число Хетцеров на Восточном фронте росло и к апрелю последнего года войны на их долю приходилось около 20% от всей бронетехники, противостоявшей Советскому Союзу. А вот из союзников Германии эти машины получила лишь Венгрия, быстро потерявшая их в боях. Также были зафиксированы несколько случаев применения этого истребителя танков против немцев во время Варшавского и Пражского восстаний. История Хетцера не закончилась и после падения Третьего Рейха. В конце 1945 года Чехословакия поставила уцелевшее Ягдпанцер 38 на вооружение, дав им новое имя СТ-1. А часть серьезно пострадавших машин переделали в учебные под обозначением СТ-3. За восстановление и ремонт отвечали фирма ЧКД, она же бывшая БММ, и Шкода. В итоге, к 1 января 1949 на вооружении Чехословакии стояли почти 2,5 сотни бывших немцев. Также в конце 40-х, начале 50-х в Чехословакии шли работы по переделке Хетцера в огнеметный танк, но результат военным не понравился. Поставляли чехи машину и на экспорт в Швейцарию. Причем часть образцов получила другую пушку, и импортный истребитель танков оставался на вооружении альпийской страны до начала 70-х годов. Причем часть образцов получила другую пушку, и импортный истребитель танков. Причем часть образцов получила другую пушку, и импортный истребитель танков. Причем часть образцов получила другую пушку, и импортный истребитель танков. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok That one didn't go through DimaTorzok That one didn't go through DimaTorzok Enemy vehicle destroyed 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 Enemy vehicle Enemy vehicle destroyed Enemy vehicle�� Enemy vehicleぶet Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 в других играх, и это свинья-копилка. То есть свинья-копилка — это такое, мы ее так называем здесь, внутри, потому что нам так проще, чем выговариваете резервное хранилище. Это такое формальное название. Субтитры создавал DimaTorzok